Ах, Чёрные стрельни! Ага, король нашей старой гады. Да, да, историю песни надо рассказать, вы все знаете. Не знаю. Это ещё, значит, во времена застоя Леонидовича Брежнева я написал песню шотландского детям Тоннегранта для радиоспектакля. Она очень понравилась на радио. И меня зовут Зависевлющую песню, тоже для радиоспектакля, по замечательному роману Роберта Лисса Стивенсона «Чёрная стрела». Там войнальные белорусы, детских, 16, по-моему, в Англии, и всё такое. Я написал песню крестьян. Они говорят, вот вы её принесите, мы послушаем, вы нам позвоните. Я им позвонил. Они говорят, значит, так, давайте договоримся. Нам песню не заказывали, вы её не писали, никто её не слышал. И уносите скорее её отсюда подальше с радио. Я говорю, почему? Потому что мы так понимаем, что... Мы понимаем, что Т.е. Леонидович Брежнев, что старый, и не всегда правильно разговаривает. Но нельзя же так откровенно за этим издеваться, как вы это делаете в вашей песне. Я говорю, извините, это же 16 век, там, Англия, война... Они говорят, понимаем, что они не дурачки. Что в духу не было ни у вас, ни вашей песни на радио. Ну ладно, прошли годы. Поменялось всё. Звонят мне с радио. Вы знаете, Александр Алексеевич, мы говорят, у вас прекрасная была песня написана. Её тогда не взяли по сенсорным соображениям. Мы очень хотим, мы снова этот спектакль ставим по радио. Можно маму её принести, прийдите к нам? Я говорю, извините, её уже запретили. Так ну что вы, сейчас свобода, сейчас у нас Ельцин, всё такое, всё нормально. Несите, я принёс. Олег, ну вы оставьте, мы послушаем. Через несколько дней, значит, так, договоримся так. Вы нам приносили, мы её не слышали. Я говорю, в чём дело? Ну ладно, не надо нас считать за дураков. Мало того, что мы понимаем, что Борис Николаевич не очень здоров. Нельзя на этим танк откровенно издеваться. И кроме того, у вас тут и выборы в Думу прописаны, и война в Чечне. Какие выборы в Думу? Такая война в Чечне. Я написал ещё до Ельца, никакой войны в Чечне не было. Это про Англию, 16 век. Знаем, знаем, выносите. Так Ельцин и внёс. И вот непонятно чего они её два раза рубили.